Дорогой Михаил, скажите, пожалуйста, как восполнять потерянную энергию? Как восполнять потерянную энергию? Очень хороший вопрос. Друзья, вы знаете, раньше я тоже считал так, что мы теряем свою энергию и набираем свою энергию. Но на самом деле, даже я чуть выше говорил, что ты теряешь энергию и набираешь. Но на самом деле, если так глубже посмотреть, с точки зрения эзотерики, с точки зрения тонкого плана, но на самом деле мы не теряем энергию и не приобретаем её. Правильнее, знаете, как понимать? Мы либо живём в потоке жизни, либо мы синхронизированы со Вселенной и с Творцом и живём в потоке жизни, либо мы рассинхронизированы и вышли из потока жизни, из потока Творца, и уже жизнь через нас не течёт. Вот такое понимание более правильно, оно больше отражает. То есть, скажем так, набираю энергию, теряю энергию. Это как детский сад. Ну, такое мнение, ну, понятное. Но если глубже глянуть, мы не теряем энергию. Энергия человеку даётся одно количество на воплощение, одинаковое количество. Вся остальная энергия – это когда ты соединён с энергией Творца, и сама жизнь, само бытие через тебя течёт. И ты живёшь в потоке. Вспомните, когда ты живёшь в потоке. Вспомни, когда ты живёшь на драйве. Вспомни, когда ты живёшь на энтузиазме. Ты течёшь в потоке жизни. И вспомни, когда ты из этого потока вышел. Тебе сил нету, тебе и жить не хочется, тебе руки опускаются. И даже простая вещь тебя в какое-то уныние обвергает. Потому что жизнь не течёт. Поэтому правильнее задать вопрос так, как вернуть себя в поток жизни? Что делать, когда ты устал? Что делать, когда ты чувствуешь, что нет энергии? Если ты чувствуешь, что у тебя нет силы, нет энергии, значит, ты вышел из потока. И вот эта жизнь, само бытие через тебя не идёт. Ты от неё спрятался. Человек может быть в двух состояниях. Он может быть в состоянии суженном. Он спрятался, когда он закрылся, как улитка, как черепаха. И может быть в расширенном состоянии, когда он открыт. И вот когда мы в расширенном состоянии, мы синхронизированы со Вселенной. Когда мы в суженном, мы стоим мимо потока, мы стоим мимо кассы. Поэтому, если тебе плохо, значит, поток в тебя не входит. И ты сузился. И тебе надо расшириться. Что мы можем сделать, чтобы расшириться? Первое. Это медитации. Когда мы медитируем, мы входим в расширенное состояние. И мы синхронизируемся с бытиём. Мы синхронизируемся с жизнью. Мы возвращаемся в момент. Мы возвращаемся к самому себе. Мы возвращаемся к Творцу. Поэтому, если у вас мало энергии, смотрите медитации. Смотрите мои медитации. Или другие, которые вас вдохновляют. Второе. Молитвы. Когда мы обращаемся к Всевышнему. Когда мы обращаемся к Источнику, к Творцу. Это тоже выводит нас в расширенное состояние. Что ещё? Уединение. Когда мы уединяемся, это очень сильно, когда мы уединяемся, это очень сильно расширяет наше сознание. Особенно уединение на природе. Вы знаете, я много раз, вот на личном опыте, замечал такой феномен. Когда я чувствовал, что я вышел из потока. Когда я чувствовал, что нет энергии. Когда я был обижен. Когда я был что-то разочарован немножко. Я стараюсь на природу. Или к морю, или в горы. Вот горы и море. Знаете, что я замечал? Вот я стою в горах. И я понимаю, что эти горы были, когда меня ещё не было. И когда меня уже не будет в этом воплощении, они будут стоять. Я когда смотрю на море, волна за волной, я думаю, я ещё не родился, так же волны были. И у меня не будет так же волны. Потому что, когда мы в суженном состоянии, когда у нас нет энергии, мы находимся в иллюзиях ума. Когда ты в уме, ты в страхах, в беспокойствах. И ты думаешь такой, вот этот меня обидел, вот этот мне развернуться не даёт. Вот если бы не она, я бы жил классно. Вот если бы не этот начальник, вот если бы не все эти люди, жизнь бы была идеальным местом, если бы не эти люди, которые меня окружают. Вот везде меня окружили враги. Вот этот злодей, начальник, вот эти конкуренты, вот это то, и когда ты смотришь и думаешь, вот все против меня, и ты себе думаешь, вот эти все маленькие проблемы, раздул их, раздул, и тебе кажется, ты такой пуп земли, непонятый, непризнанный, недолюбленный. И тебе кажется, если ты утром не проснёшься, и солнце не взойдёт, и что-то плохое произойдёт, срочно надо что-то решать. Дорогой, если ты завтра не проснёшься, солнце взойдёт. И когда про тебя споют песенку, и тебя положат там в красивый ящичек, в красивом костюме, эти горы будут так же стоять, этот свежий воздух, и птички чирикать, и волна за волной морем будут накатывать. И когда человек уединяется, и стоит у моря, и он понимает, что этот Вася, который там, на него там бочку катит на работу, это иллюзия. Что вот эти вот конкуренты, это вообще никаких конкурентов нет. Есть люди, которые приходят на твою вибрацию, есть люди, которые приходят другим на их вибрацию, и всё. И ты входишь в расширенное состояние. Дорогие, я вам рекомендую уединяться, как минимум дома. Вот. А лучше на природе молиться, медитировать, расслабляться, замедляться. Когда мы замедляемся, мы расширяемся. Когда мы входим в момент здесь и сейчас, становимся осознанными, бдительными, мы замедляемся, мы входим в расширенное состояние. А когда мы в уме, мы в беспокойстве, мы себя накручиваем. Поэтому, дорогие, если вы хотите восполнить потерянную энергию, начните делать практики уединения, медитации, молитвы. И также есть ещё вопросы, которые возвращают тебя к самому себе. Какие вопросы? Вот чувствуешь, энергии стало мало, энтузиазм погас. Я всегда задаю себе вопросы в этот момент. Кто я такой? Кто я? И сам себе отвечаю. Я сын Бога, я проявление Божества. Я вечная душа, я дух, я энергия. Для чего я родился? И я отвечаю, для чего я родился. Я говорю о своём призвании и предназначении. Третий вопрос. Что мне делать сегодня, чтобы функционировать в своём предназначении? И четвёртый вопрос. Что я могу сделать прямо сейчас, чтобы почувствовать себя хорошо? Дорогие, если у вас мало энергии, я дарю вам эти четыре вопроса. Они помогут вам. Вы можете сделать такой у дома листочек. Кто я такой? Задавайте себе вопросы и отвечайте. Что вы вечная душа, вы энергия, вы дух. Для чего вы родились? Спросите у себя, спросите у Творца. Он скажет вам о том, что есть призвание, есть миссия, есть предназначение. Вы не просто так родились. Что вам нужно делать уже с сегодняшнего дня, чтобы выполнить предназначение? И что тебе сделать прямо сейчас, чтобы почувствовать себя хорошо? Спасибо.